Женщины до 60, мужчины до 65. В стране продолжаются обсуждения и разъяснения предстоящих изменений пенсионного законодательства. Тему подняли и на решеднедельном совещании главы республики Михаила Игнатьева. 29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с внесением в Госдуму проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Президент обозначил, что на переходный период до завершения преобразования пенсионной системы все федеральные льготы, действующие до 31 декабря, будут сохранены. Задача поставлена перед регионами. Я ответственно могу сказать, обозначить все региональные льготы, которые у нас были, мы тоже их сохраняем. Благодаря изменениям к 2024 году пенсии планируют довести в среднем до 20 тысяч рублей. Предлагается восстановить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет вместо 63, как планировалось. Дать право досрочного выхода на заслуженный отдых многодетным матерям. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше, с четырьмя на четыре года раньше. По предварительным данным, по назначенным пенсиям в первом полугодии 2018 года, такой льготой ежегодно могут воспользоваться полторы тысячи женщин, имеющих троих детей, и около трехсот женщин с четырьмя детьми. И дополнительные расходы по нашей республике, по ним, ожидаются в объеме более половины миллиарда рублей. Женщины и мужчины, которые выработали стаж 37 и 42 года, соответственно, могут выйти на пенсию на два года раньше. Ранее законопроектом предусматривался необходимый стаж 40 и 45 лет для женщин и мужчин, соответственно. По данным Пенсионного фонда России в Чувашии, право на досрочную пенсию за длительный стаж приобретут около 1 тысячи человек ежегодно. Кроме того, введены меры ответственности для работодателя, вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Пособие по безработице у нас увеличится до 11 тысяч 200 рублей. Те граждане, которые наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной государственной поддержке, вот этим гражданам мы будем повышенные пособия по безработице платить. В среднем это где-то около 300 человек ежемесячно к нам приходят, граждане предпенсионного возраста. И, соответственно, их будем дополнительно поддерживать, ну и, конечно же, чтобы устраивать. Главная задача законопроекта – обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной реформы на долгие годы вперед. Едина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.